Друзья, всем привет! Посмотрел я тут, давящее видео, Жорька Ревазова, вождение для чайников. Ну и, скажем так, был в шоке. Дело в том, что многие вещи, конечно, там были неплохие. Если вы вообще никогда не водили машину, может быть, что-нибудь вам будет полезно. Но много очень неправильных вещей, учат многими вещам неправильно. Если не нравится, что делают другие, надо, значит, делать самому. Поэтому решил я вам немножко рассказать о том, что если вот только буквально вчера вы купили машину, о выборе машины можно будет поговорить отдельно, каким образом делать первые шаги, что нужно правильно учиться делать. И начинается все не с того, что сели, поехали. Начинается все с того, что вот просто сели за руль машины. Причем машина, как вы видите, не заведена, ничего не включено. Первое, что вы должны сделать, и всегда это должны делать, и убеждаться то, что все в вашей машине это сделали, это пристегнуть ремень. Пристегиваться надо не просто так, не для того, чтобы у вас менты не тормозили, а для того, что по статистике ремни спасают жизнь. И хуже всего, да, многие говорят, типа, да я уверен в себе, там, я уверен, что у меня ничего не будет. Не бывает такого, что ничего не бывает, к сожалению. Не вы так в вас. Авария – это неизбежная часть водительской жизни, к сожалению. Да, бывает такое, что люди там никогда в жизни не попадают в аварию, но это скорее исключение, чем правило. Очень часто, даже если вы идеально ездите, могут улететь в вас. И если на вас нет вот этого привезного ремня, даже если вы ехали, ну, сравнительно медленно, допустим, 40 км в час, этого вполне хватит для того, чтобы вы ударились головой об руль, разбили лобовое стекло головой. То есть, да, вы не умрете, но инвалидизация – это очень страшная вещь. Представляете, быть овощем всю жизнь. Просто потому, что вот эту вот вещь это не сделал. Перед тем, как тронуться, всегда пристойкивайте привезного ремня. Второе, что вы должны сделать, ну, в принципе, это можно было сделать до того, как он какой-то моменты тормознули. Интересно, за что X5? Ну ладно, бог с ним. Он мне не мешает. Второе, что вы должны сделать – это правильно настроить сидение. В принципе, можно это сделать без ремня, может быть, даже так вам будет удобнее. Ваша посадка в машине должна быть для вас удобной. Во-первых, руль, если он у вас регулируется по высоте, как у меня, допустим, здесь, видите, вверх-вниз, да, он регулируется. Он не должен перекрывать приборы. Да, конечно, удобнее, когда руль ниже, особенно на трассе. Но вы должны видеть все приборы и, самое главное, все лампочки, которые могут загореться на панели приборов. Поэтому руль, он должен быть на такой высоте, чтобы ваши глаза видели все приборы. Если вы небольшого роста, допустим, как моя супруга, ну, конечно, можно руль опустить, это даже будет удобнее. Второе, дальность посадки. Во-первых, это правильно пододвинуть сидение к педалям. Здесь достаточно сложно, у меня сейчас посадка сидячая, так называемая. Но общий смысл заключается в том, что ваша нога всегда должна быть согнута в колени. Когда вы даже полностью нажимаете на педаль, видите, вот у меня полностью она сейчас сжата, у меня все равно нога согнута в колени. Это позволяет ноге не уставать. В сидячей посадке, ну, особого выбора, на самом деле, это и нет. В ближайшей посадке там это будет иметь значение, я еще отдельно это покажу на механике. Ну, если вот в джипе, ну, так сядьте, чтобы вы спокойно выжимали полностью тормоз, и ваша нога, она там не носком тянулась, а вот у вас, чтобы прям колено в это дело работало, и кроножная мышца, она изначально слабее, чем разгибательные мышцы ноги. И еще один маленький момент, если вы носком именно давите на педаль, ну, вот, я не знаю, я не могу, у меня достаточно большой рост, если вот именно носком пытаетесь давить на педаль, у вас нога может соскользнуть. Конечно, это маловероятно, но вот я вот видел, что есть, где нет вот этих резиновых накладок на машинах, там, да, там нога может соскользнуть. Представляете, вы пытаетесь максимально быстро остановиться, вдавливаете, скажем так, всей силой ноги, а у вас берет нога и соскользывает, да, с этой педали, и вы, соответственно, не сможете остановиться перед тем препятствием, которое у вас было, да, ну, допустим, это бетонная стена. Газ, с ним все просто. Вообще, если вы, не знаю, вообще этому, конечно, первым делом учат в автошколе, но если вдруг вас не научили, то тормозом и газом мы работаем одной ногой вот таким вот образом. Это, вот у вас получается, у вас она прямо встала на тормоз, вот видите, прямой угол 90 градусов, газом, вы нажимаете, вот таким вот образом идет работа. Я видел сам, я не придумываю, одна девочка, она нажимала на тормоз одной ногой на автомате, левой ногой на газ, другой. Чувак, чувак, не въезд в меня, уехал, слава богу. Так вот, в принципе, да, действительно так можно ездить, спортсмены так ездят, ну, правда, до уровня спортсменов там далеко. Но, в чем, почему нельзя так делать? Потому что, если вы нажмете на тормоз и на газ одновременно, ну, в общем-то, да, тормоза победят, но это резко увеличит ваш тормозной путь. А бывает такое в экстренной ситуации. Плюс еще, вот, девушки путают педаль тормоза, педаль газа, все знают, да. Вот, когда у вас все-таки одна нога давит на одну педаль, а другая на другую, это более вероятно, что вы перепутаете ноги. Это особенно касается девушек. Практически все девушки, без исключения, я не встречал, еще ни одну девушку, которая не перепутала бы хоть раз в жизни педаль газа с педалем тормоза. И, в общем-то, именно момент вот этой реакции, кто-то быстро понимает, что они делают, что-то не так, и отпускает просто, вот именно, а кто-то не понимает этого и давит еще педаль сильнее. И вот, недавно был у нас в Алмате случай, девушка на Лексусе, популярная скрипачка наша, казахстанская, она переехала двух девочек на тротуаре, она вот заезжала на какой-то подъем, ей, видимо, надо было нажать на тормоз, она нажала на газ, машина начинает ускоряться, она инстинктивно что делает, она нажимает на газ еще сильнее. И, соответственно, она вот одну девочку сильно перекатала, вторую зацепила, выехала с бугорка и, в общем, еще въехала в машины, которые ездили в этот момент по улице. В общем, достаточно серьезную аварию она сделала, просто перепутав педали. Ну, это придет с опытом, я, даже мужики иногда путают педали, так что, если девушки смотрите, не волнуйтесь, все нормально. Всегда бывает, это придет с опытом, ну, через какое-то время вы будете четко понимать, в каком положении должна быть ваша нога. Но, по крайней мере, если у вас одна нога этим всем управляет, ну, шанс, скажем так, меньше перепутать педали, чем если вы делаете это двумя ногами. На механике редко когда путают педали, из-за того, что левая нога, она всегда у нас нажимает сцепление. Ну, если, кстати говоря, говорить о сцеплении, я еще отдельно, конечно, хочу показать, но здесь нет этой педали. Та же самая ситуация, когда вот вы полностью выжали сцепление, у вас все равно должен оставаться угол в колене. То есть, если у вас угла нет, то пододвигайте сидение ближе. Носком выжимать педали вы не должны. Еще один момент. Тазоводы, извините, у вас этой опции, по-моему, нету. Это регулировка сидения по высоте. Здесь вот у меня тоже есть такая вот противенька, видите, я немножко опускаюсь, немножко подымаюсь. Это положение, оно скорее, в общем-то, я, как правило, опять же, из-за своего роста опускаю всегда сидение максимально нижнюю позицию. Но вообще вы в идеале должны своими глазами видеть край капота. Если у вас седан, либо минивэн, либо джип, вы должны видеть край капота. Тогда вы лучше чувствуете габариты. Если вы край капота не видите, но попытайтесь поднять сидение так, чтобы все-таки его увидеть. Бывает, что край скошен, ну, допустим, у Honda Odyssey, да, вы знаете, там, как не регулируешь сидение, ты край капота не увидишь, потому что тебе надо фактически головой пробить потолок для того, чтобы увидеть край капота. Вот, либо вот так вот как-нибудь сделать. Ну, в общем-то, там ничего не сделаешь. Там капота практически нету, ну, там придет с опытом. Следующий шаг – просто кладете, вот, именно запястье на руль, на верхнюю кромку руля свою руку. И видите, небольшой угол есть у меня в руке, то есть он до 10, до 20 градусов иногда доходит. Это удобное, комфортное положение. Ваша рука не будет слишком вытянута, вот так вот вы не будете сидеть. Иногда так, кстати, любят по лежащим позициям вот так вот нужно сидеть. На самом деле, очень сильно устаешь при этом. Маневрирование рулем делается достаточно сложно. Когда у вас вот таким вот образом рука лежит на руле, значит, ну, более-менее комфортно у вас все есть. Для механики посадка немножко отличается от автоматной посадки. Ну, главным образом, там, по сцеплению надо еще смотреть, на механику я сделаю видео отдельно. Второе. Палоральное положение рук на руле. Вот многие, очень многие это недооценивают. Многие ездят вот так вот даже, ну, в буквальном смысле вот так вот ездят, то есть они вообще не держат руль. Ездят вот так вот, вот так вот, и вообще хер знает, как, короче, ездят люди. Вот. В правилах дорожного движения Израиля закреплено, что ваши руки должны быть 10 и час дня. 10 часов, ну, грубо говоря, 2 часа дня, да, вот. Ну, то есть они должны быть даже чуть выше, чем вот эта вот средняя часть руля. Я немножко сейчас еще с камеры покажу, каким образом. Вот это вот положение рук, почему именно оно, почему именно так рекомендуется вообще руки держать? Дело в том, что следующий шаг после того, как вы все-таки тронетесь, да, когда вы уже непосредственно начнете, вы будете рулить. И именно вот положение двух рук, во-первых, ваши руки не устают. Одна рука разгружает вторую, и вы всегда контролируете руль. Захваты бывают разные, об этом мы еще поговорим подробнее позже. Но самое главное, это вот держать руль двумя руками и вот в этом вот положении. В принципе, очень часто на руле, давайте я покажу, вижу. Очень часто на руле, вот видите, вот у меня, допустим, вот эти места, вот в принципе, можно вот прямо на них руки положить, и они тогда у вас никогда не будут уставать. Обе руки, вам сейчас одна вот, видите, она снимает, поэтому не очень удобно. Вот. Ваши руки никогда не будут уставать, и в случае, если вам нужно будет срочно выполнить руление, то вы очень можете быстро это сделать. Позже я еще продемонстрирую, как это делать. Руление – это отдельная тема. Сейчас нужно закрепить следующие вещи. Когда вы уже сели правильно, когда вы пристегнуты, и все ваши пассажиры тоже пристегнуты, включая пассажиров на задней сиденье, да, менты за это не дрючат сейчас. То есть, ну, по крайней мере, вот у нас, в Алма-Ате, да, менты, ну, к задним пассажирам в городе не особенно. Но в правилах сказано, все места, где у вас оборудованы привезными ремнями, все должны быть люди пристегнуты. То есть, сзади есть ремни, пускай они их пристегнут. Ну, в общем-то, сложно, да, пассажиров учить этому, но я просто что делаю? Ну, когда вот иногда бывает, я подвожу, там сел человек, не пристегнулся. Я даже не трогаюсь с места. Долго, спокойно сидим, я никуда не тороплюсь. Вообще, когда вы садитесь за руль, вы не должны никуда торопиться. Это очень плохо и негативно скажется. Во-первых, вы, скорее всего, уже все равно опоздаете. Во-вторых, вы будете провоцировать аварийные ситуации. Ну, и вот, когда человек рано или поздно, а что мы не едем, ну, так ты пристегнись, друг мой. То есть, у многих бывает так, накидывают руль типа от ментов. Опять же, в чем проблема? Если у вас ремень просто накинут в случае аварии, ну, в общем-то, ломается ключица, ломается, возможно, даже рука. Вот, ваше тело, возможно, еще будет травма позвоночника. Вы один хер вылетите в лобовое стекло, даже если вы на заднем сидении. Можно очень сильно об заднее сидение, переднее сидение удариться ногами. Это не шутка, это все на самом деле так. Я не зря так много внимания уделяю ремням безопасности. У меня, к сожалению, вот шок буквально, потому что многие люди просто не пристегиваются и думают, что так и надо, что... Бессмертные, что ли, как будто сохранились перед выездком. Я вообще в шоке, на самом деле, с этого. Все знают наверняка эту историю о том человеке, который не пристегнулся, во время аварии его выкинуло из машины, и благодаря этому, собственно говоря, это спасло ему жизнь. То есть он там улетел вообще, буквально пару царапин наделался, а машина там была в хлам, если бы он был пристегнут, он бы сто пудово в ней умер. Все знают эту историю, потому что она одна, одна единственная. А миллионы спасенных жизней, и это не преувеличение, благодаря ремням безопасности. Об этом почему-то никто никогда не думает и не говорит. Ну, там бог с ними, с ремнями. Мы сели, мы готовы к поездке, но мы сейчас еще никуда не поедем. Сейчас как раз-таки следующий шаг – это научиться правильно рулить. Но перед тем, как научиться правильно рулить и правильно переключаться, если вы на механике, это будет уже тема второго занятия. Немножко еще бы хотелось поговорить о габаритах машины, о том, как правильно парковаться и так далее. Вообще, ну, именно в Казахстане, я не скажу за Россию, я не знаю, но в Казахстане то, как готовят водителей перед тем, как они выйдут в самостоятельную жизнь на дороге, ну, это, скажем так, не очень, не ко всему готовят, мало готовят, очень мало, не хватает опыта. И фактически как происходит? Вот вы получили права, да, вот вы сдали на них, каким-то образом, да, там, сдали вождение, в общем-то, инструктору, который, возможно, придирался, но он придирался так мелоча на самом деле. Вы выходите, что первое делают все, кто получает права, хуже если покупают, да, они садят своего опытного, как правило, друга, там, ну, те, кто поумнее, они садят инструктора, потому что, к сожалению, друзья даже очень опытные не всегда являются хорошими учителями. Ну, правда, инструктора тоже бывает, откровенно бездарности, но все-таки тут надо уже по знакомым идти. Вот, и очень часто обучения как такового нету, если именно выпендрешь. Мне вот повезло с друзьями, мне на самом деле очень сильно повезло, у меня мой друг, он очень спокойно меня учил, хотя он сам недавно был за рулем, но все-таки опыта у него было значительно больше, вот, он спокойно мне, ну, ничего, говорит, страшно, ну, не тронулся, заглох, ничего страшного, езжай спокойно, все будет хорошо. Вот, все-таки желательно крайне нарабатывать часы с вождения с инструктором. Первые, скажем так, 40 часов вашего вождения, самостоятельного или с инструктором, они самые важные. Все ошибки, которые вы будете допускать в эти первые 40 часов, вы все их будете допускать с ускори всего в вашу водительскую жизнь. Очень многие ошибки, они закладываются именно в автошколе, и, к сожалению, это так и остается. Ничего с этим в дальнейшем не делается. В общем, ладно, следующее видео будет уже непосредственно по рулению, по правильному переключению передачи, немножко поговорим про эти вещи. На этом всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok